Каждая страна это свои загадки, свои особенности. Интересно знать самые необычные? Добро пожаловать в рейтинг самых безумных правил этикета со всего мира. В Корее нельзя начинать трапезу раньше, чем ее начнет самый старший человек по возрасту за столом. За нарушение этого правила, как минимум, не будут уважать сидящие за столом люди. Или же вовсе есть риск остаться без ужина. Также интересным фактом является то, что даже если человеком мучает сильнейшая жажда за столом, он не может и сам наполнить свой стакан. По традициям его должен наполнить сосед по застолью. Восемь нерушимых правил королевского этикета, которые могут вызвать улыбку в Таиланде ни в коем случае нельзя дотрагиваться до чьей-либо макушки. Для всех людей, которые хоть раз были в Таиланде, их местные жители кажутся очень улыбчивыми и приветливыми. Так они проявляют свой позитивный настрой на весь окружающий мир. Но есть жест, который может их оскорбить до глубины души. Это касание до их макушки. Здесь принято считать, что именно в макушке живет душа каждого человека. 20 нескучных правил этикета, которые пригодятся даже тем, кто не любит пафосные рестораны. Если кто-то в обществе покажет язык, то это будет воспринято, как минимум, как странный жест со стороны взрослого человека. Кто бы мог подумать, что в Тибете это очень хороший знак. Здесь люди так показывают свое уважение друг другу. Все пошло с того, что существует такое выражение как «черный язык дьявола». И когда человек показывает свой язык, он как бы этим жестом обозначает, что у него только добрые намерения. Топ-10 самых необычных современных концертных залов мира получать в подарок цветы приятно, находясь абсолютно в любом уголке земного шара. Но есть ряд своих особенностей в этом процессе. Например, для Франции лилии и хризантемы характеризуются исключительно с печальными событиями. Подобным образом к хризантемам относятся и в Италии, там эти цветы используются для траурных церемоний. А лилии в Италии, наоборот, являются национальными цветами, которые всегда рады получить в качестве подарка. В Австрии допускается не оплачивать счета в ресторане за ужином. Ни для кого не секрет, что чаевые автоматически включены в счет. Так действует большинство стран всего мира. Но в Австрии законы немного разнятся. Чаевые полагаются официанту только за идеальную работу. И еще здесь есть такое правило, что если гость ресторана попросил счет три раза и ему его не принесли, то он может встать и уйти, не заплатив ни цента. Все русские люди привыкли слышать традиционные комплименты. А каково было бы удивление многих, когда к ним обратятся «капуста» в Венгрии. Обижаться на это не стоит. Здесь это самый замечательный комплимент. Аналогичная ситуация и в Китае, для них большим комплиментом является выражение «рыба» или «гусь». Очень забавная ситуация наблюдается в Японии. Если человеку там скажут, что его лицо выглядит как куриная яичка с глазницами, то это комплимент, сделанный в адрес четкого овала лица и выразительных глаз. Жители Китая всегда прежде чем принять подарок как и от дальнего родственника, так и от близкого человека, всегда отказываются от него три раза. Это не означает, что человек не хочет получать подарок. Это лишь проявление хороших манер и воспитания. При приветствии мужчины трутся носами, вместо традиционного рукопожатия. Кто бы мог подумать, что жесты руками могут оскорбить некоторых людей. Традиционный жест «Окей» в Японии воспринимается как «деньги», а во Франции как обозначение «нуля», «дырки от бублика». Поэтому, показав такой, с одной стороны простой жест, можно здорово обидеть своего собеседника. Например, француз при таком жести подумает, что его хотят оскорбить. Афганистан славится тем, что целует хлеб, упавший на пол по случайности. Так, они выражают свое почтение данному продукту. Чилийские жители стараются не касаться еды руками во время трапезы. Здесь даже традиционный картофель фри едят приборами. Мексиканские жители могут честь пунктуальность своего собеседника за страшное оскорбление. Здесь это считается неприличным. У Ближнего Востока свое видение по поводу распития кофе. Здесь гостям подливают его каждый раз, когда опустошается чашка. Чтобы показать хозяину, что больше пить напиток нет желания, нужно перевернуть чашку и положить на бок. Во время трапезы в Китае нельзя перевернуть рыбу на другой бок. Это ведь абсолютно нормальная ситуация, когда гость съел рыбу с одной стороны и пытается повернуть на другую.